Привет, друзья! Сегодня я приготовила для вас 5 интересных и очень простых рецептов для майских праздников. Их можно приготовить дома, взять с собой на пикник или сделать на даче. Ну что, начнем? И сначала я покажу, как сделать вот такие невероятно вкусные куриные крылышки. Они получаются точно такими же, как в пивном баре или в дорогом ресторане. Берем куриные крылья и правильно их нарезаем. Точно так, как я это делаю на видео. Смотрите внимательно. Куриное крыло нужно визуально разделить на 3 части и нарезать между суставами. Вот так. Для шашлыка нам понадобятся только 2 части. Самый кончик крыла нам не нужен. Его можно или выкинуть, или положить в пакет и убрать в морозилку. И потом сварить из него вкусный куриный бульон. Нарезаем таким образом все куриные крылья, перекладываем их в глубокое блюдо и начинаем мариновать. Мариновать вы можете так, как вам больше нравится, по вашему проверенному любимому рецепту. Сейчас я покажу, как это делаю я. Добавляю к крыльям немного соли. Я всегда использую морскую соль, но можно взять и обычную. Затем туда же добавляю чуть-чуть сахара и обязательно коричневого, потому что он дает приятный карамельный привкус. Затем туда же кладем томатную пасту. И все это хорошенько перемешиваем. Можно руками, можно ложкой, как вам больше нравится. Если вы готовите шашлыки на даче, то крылья можно мариновать прямо в полиэтиленовый пакетик. Тогда вы просто его завязываете и хорошенько встряхиваете. Крыльям нужно дать промариноваться при комнатной температуре примерно 20 минут. Если убираете в холодильник, можно, конечно же, оставить на дольше. Можно даже на ночь. И теперь, если вы готовите крылья дома в духовке, то выкладываем их на противень, застеленный пергаментом или бумагой для выпечки, и убираем в духовку. Готовим при 200 градусах примерно 15 минут, затем вынимаем, переворачиваем и еще на 15 минут в духовку. Если готовите на костре, то вы сами знаете, что делать. И пока крылья у нас жарятся, мы приготовим соус. Именно он делает эти крылья невероятно вкусными. В ковшике смешиваем сливочное масло, сахар, соль, чеснок и перец чили. Все это разогреваем на плите. Постоянно помешиваем и следим за тем, чтобы соус не закипел. Если вы готовите шашлыки на природе, то такой соус можно сделать дома заранее, сложить его в баночку и привезти с собой. Именно так я обычно и поступаю. Ну, потому что соус правда удобнее готовить на плите, а не на костре. В конце, когда соус у нас будет уже горячий, добавляем туда томатную пасту. Все хорошенько перемешиваем и выключаем огонь. Тем временем крылья в духовке практически готовы. Нам осталось их перевернуть на другую сторону. Если вы готовите на решетке, то там следите сами, чтобы крылья не пригорели. Мы готовили и в духовке, и на турбазе на костре. И всегда это блюдо получалось очень вкусным. Разницы между ними я не заметила. Теперь складываем крылья в глубокую тарелку и поливаем нашим соусом. Желательно, чтобы соус был еще теплый или даже горячий. Тогда крылья хорошенько пропитаются. Все это перемешиваем и наслаждаемся. Ребята, это очень вкусно. Это мои самые-самые любимые крылышки. Ну и по традиции к таким крыльям нужно нарезать сельдерей и обычную свежую морковь. Просто берем стебель сельдерея, очищенную морковку и нарезаем брусочками. Наши крылья получаются достаточно острыми из-за того, что мы используем перец чили. И закусывать такие крылышки сельдереем и морковью очень классно, потому что они оттеняют вкус крыльев и освежают. А теперь крылышком мы приготовим гарнир. Будем делать с вами картошку по-деревенски. Ее тоже можно приготовить заранее в духовке и привезти с собой в контейнере на природу, на дачу или на трубазу. Куда вы там собираетесь? Картофель хорошо моем, очень хорошо моем. Желательно взять молодой картофель, но главное, чтобы он был достаточно мягкий и не грязный. Картофель моем обязательно со щеткой и со средством. Очищать от кожуры такой картофель мы не будем, поэтому помыть это очень-очень важно. Вы же не хотите подцепить какую-то кишечную палочку. Затем картофель прямо в кожуре нарезаем на вот такие вот кусочки. У меня картошка не очень крупная, поэтому я режу ее пополам и еще раз пополам. Теперь берем глубокое блюдо, наливаем туда обычное растительное масло, можно оливковое, но оливковое здесь может горчить. Добавляем немножко соли, у меня снова соль морская, я всегда ее использую, уже говорила об этом, можно взять просто обычную поваренную соль. Туда же насыпаем немного паприки и затем добавляем чеснок. Чеснок можно взять или свежий, предварительно ему выдавить или мелко нарубить, или сухой. У меня был как раз сухой гранулированный чеснок. Все это дело хорошенько перемешиваем с помощью чайной ложки и затем складываем в это блюдо картофель. Хорошенько все это перемешиваем руками, чтобы каждый кусочек картофеля пропитался смесью масла и специй и затем выкладываем картофель на противень, застеленный бумагой для выпечки. Ставим противень в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 30 минут. Точное время приготовления зависит от размера кусочков картофеля и от мощности духовки. Посмотрите, какая красота получается. Он золотистый, ароматный и очень вкусный. Приготовьте его заранее, сложите в контейнер и возьмите с собой на природу. Точно так же можно и делать и с этими быстрыми пирожками из лаваша. Их можно приготовить утром буквально за 20-30 минут перед поездкой на дачу. Даже тесто замешивать не придется. Как вы правильно поняли, вместо теста у нас будет выступать лаваш. И сначала мы приготовим начинку для наших пирожков. Берем свежий зеленый лук и мелко его рубим. Предварительно отвариваем яйца вкрутую и тоже мелко их нарезаем. Это можно делать с помощью специального инструмента яйцерезки, как у меня, или с помощью обычного ножа. Теперь в глубоком блюде просто смешиваем яйца с нарезанным луком, добавляем немножечко сметаны и солим начинку по вкусу. Все это хорошо перемешиваем и наша начинка готова. Переходим к лавашу. Лаваш достаем из пакета. Кстати, заранее делать это не нужно, потому что лаваш очень тонкий, и он может засохнуть буквально за секунду, и потом просто придется его выкинуть, потому что он уже не свернется ни в какой пирожок. Если лаваш большой, нарезаем его примерно на 8 частей. То есть нам нужно разделить лаваш на примерно одинаковые по размеру квадратики, так, чтобы они хорошо завернулись в пирожки. Теперь берем один квадратик, выкладываем на его край начинку из лука и яиц, вот так вот немножко отступаем от краев и аккуратно заворачиваем лаваш конвертиком, точно так же, как мы конвертиком заворачиваем блины. Поступаем так же со всеми кусочками лаваша, до тех пор, пока у нас не кончится начинка. Выкладываем пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Все как обычно, я же не хочу потом отмывать противень от пирожков, поэтому я всегда пользуюсь бумагой. В миску разбиваем одно яйцо и слегка взбалтываем его вилкой, чтобы белок соединился с желтком. Взбитым яйцом с помощью силиконовой кисточки смазываем наши пирожки со всех сторон. Это делается для того, чтобы пирожки получились румяные, вкусные и хрустящие. Убираем пирожки в разогретую до 190 градусов духовку и готовим примерно 10 минут. Вот такие они красивые, румяные получаются. А главное, что их можно готовить абсолютно с любой начинкой, и даже тесто замешивать не придется. И теперь следующий рецепт – закусочные сухарики из черного бородинского хлеба. Они обычно больше всего нравятся мужчинам. Их тоже нужно приготовить заранее, потом просто сложить в контейнер или в какой-то мешочек и взять с собой на природу. Берем бородинский хлеб, срезаем с него все корочки и нарезаем его на достаточно толстые кусочки. Затем эти кусочки режем на вот такие вот брусочки. В принципе, сухарики можно порезать и кубиками, но мне кажется, что брусочками получается эстетичнее и вкуснее есть. Теперь берем глубокое блюдо, наливаем в него растительное масло, добавляем немного соли и черный молотый перец. Затем выдавливаем чеснок. Чеснок здесь нужно брать именно свежий, это важно. Количество чеснока зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите сухарики сильно чесночные, добавьте чеснока побольше. Если хотите легкий привкус чеснока, добавьте один или два зубчика. И этого будет вполне достаточно. Хорошенько перемешиваем масло с чесноком и специями и поливаем именно наши сухарики. Ну, точнее, будущие сухарики. Тщательно перемешиваем руками, чтобы каждый кусочек хлеба был покрыт смесью масла, специй и чеснока. Это очень важно. Если хлеб плохо пропитается, сухарик получится не такой вкусный. И дальше все по обычной схеме. Берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем наши сухарики. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 7-10 минут. Готовые сухарики перед подачей посыпаем сухим чесноком. Именно так их подают в ресторанах и различных барах. Они получаются хрустящие снаружи и мягкие внутри. И теперь мое самое любимое блюдо – быстрая маринованная капуста. Ее мы тоже, конечно же, готовим заранее и складываем в контейнер, берем с собой на дачу, на пикник или куда хотите. Можно даже в гости принести, потому что она невероятно вкусная. Правда. Самая вкусная капуста, которую я готовила. Берем вилок обычной белокочанной капусты и тонко его шинкуем. Здесь очень важно нарезать капусту именно тонко, потому что если кусочки будут толстые, то она будет долго мариноваться. А у нас рецепт быстрый, поэтому здесь лучше воспользоваться специальной шинковкой или специальным ножом для капусты. У меня был вот такой нож, я не знаю, как правильно он называется, я заказывала его на Джуме. Нашинкованную капусту пока убираем в сторону и займемся морковкой. Морковь нам тоже нужно очень мелко нарезать, либо натереть на крупной терке. Здесь я решила воспользоваться тем же самым ножом, которым я резала капусту. Но в принципе можно взять обычную крупную терку и натереть морковь на ней. Получится то же самое. Или еще хорошо подойдет терка для корейской морковки. Делайте так, как вам удобнее. Морковь тоже пока что убираем в сторону и переходим к свекле. Свеклу мы берем сырую, очищаем ее от кожуры и натираем на крупной терке. В глубокое блюдо насыпаем нашу нашинкованную капусту. Добавляем немножко соли. У меня соль была морская, можно взять обычную поваренную. И хорошенько минем капусту руками. Это делается для того, чтобы капуста дала сок и стала мягче. Так она быстрее промаринуется и будет еще вкуснее. Потом добавляем к капусте нашу натертую морковь и натертую свеклу. Насыпаем туда же сахар, соль и растительное масло. И еще обычный столовый уксус. Столовый 9% уксус, который есть практически на каждой кухне. Все это дело теперь хорошенько перемешиваем, чтобы маринат распределился равномерно. Оставляем капусту помариноваться на 2 часа при комнатной температуре. Затем ее можно переложить в контейнер и убрать в холодильник. Можно сразу подавать к столу, потому что она уже точно приготовилась. Вот такие рецепты для шашлука и дачи у нас получились. Пишите в комментариях, если вам что-то понравилось или не понравилось. И всех поздравляю с наступающим праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!